Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала и просто зрители, которые зашли в гости на канал. На канал это как гости домой, особенно такой канал, который у меня уже четвертый год, в котором очень много плейлистов, много разных тем, в которых я что-то делаю, что-то изучаю, что-то показываю, чем-то делюсь с вами. И сегодня 25 марта, сегодня такой день немножко необычный, потому что это мой день рождения. Прошло много десятилетий, когда меня родили родители в этом же городе, кстати, на Украине, в городе Черкассы, на улице Чехова, где до сих пор есть этот роддом. Не каждому дано так щедро жить, как говорится, где родился, там и пригодился. Многие сейчас уезжают, в том числе наши дети, очень далеко. И сегодняшний день рождения мы решили провести немножко по-особому. Позапрошлый день своего рождения я проводила в Аргентине, в прошлом году среди друзей, у себя дома. А в этом году с самого утра я пошла на занятия йога, провела те полтора, почти два часа там, где я люблю проводить последнее время, среди таких же, как я, немножко моложе, немножко старше, но какая-то другая энергия, по-другому себя чувствуешь после этого. Ну и сейчас мы направляемся вот в нашем городе, в сторону Сосновки, потому что природа, она тянет, она манит, она радует своей какой-то непонятной какой-то такой радостью. Ну и мы решили, мы решили вот увидеть Днепр, посмотреть, как он там уже разморозился или нет. Я знаю, что уже разморозился, уже многие купаются, плавают. И посмотреть на деревья, у нас видите сосны, хотя еще, ну уже пошло сокодвижение в берез, и сейчас уже люди собирают березовый сок, уже продается у нас березовый сок, 5 гривен за 1 литр. Гривна у нас 1 доллар, сейчас стоит 27 гривен. Это так, для информации, чтобы просто знали. Ну березка еще стоит, конечно, и все деревья еще такие обычные, зимние. Сюда. Так, район Сосновки проезжаем, такой магазинчик. Тут уже сосны, сосны, но уже и расстраивается очень много. Здесь вообще, в принципе, были такие, вот такие были маленькие дома, да? Да. А сейчас на их месте, смотрите, какие строят. Вот, вот он маленький такой, уже строят большие. Это мы повернули в сторону Днепра, и это район Дахновка. Это отдельное у нас такое, ну было село, а теперь это уже пригород. Да, это уже Черкасская прописка. Да, это уже называется Черка. Черкасская прописка. Да. Ну, прописка у нас существует, поэтому это Черкасская прописка. Вот это очень хороший санаторий для ветеранов, да? Что может быть лучше завтрака на природе? Да, пикник. Пикник. Причем все приготовил, Саша все приготовил. Почти все сам приготовил. Так, вилки нету? Да. Смотрите, сколько он мне коньяка принес. Я говорю, подумаешь, что это я еще и без всего. Ну, я понюхаю, я пить не буду. Вот это икра с рыбы, желтая. Это котлеты на пару. Это запеканка с мультиварки. Саша сам сделал. Саша сделал капусту, причем очень вкусная. Ну и все, огурцы. Это так много машин. Там проезжали. Здесь много. Это все рыбалки. Сейчас подойдем ближе и посмотрим, что они делают. Думаю, кто-то заехал красиво в песок. Не рассчитал, наверное. О, смотрите, сколько здесь их сидит. Этих рыбалок. Ветерок, конечно, такой хладкий. Говорят, как проведешь свой день рождения и последующих 12 дней после дня рождения. Так будет, пройдет твой год. Я смотрю, вместо того, чтобы ходить по бутикам, мерять какую-то одежду, вот это я хожу, смотрю с камерой на рыбалок, на мужчин. Ну, на мужчин это еще простительно. А то, что на рыбалок, что не рыбу, шучу, конечно. Это, наверное, в этой какой-то заводе, или как оно, видите, такая везде же эта мель. Это летом везде, вот это, где песок, это все пляж. Это все вода. Может быть, не полностью, хотя она иногда доходит, вот это аж до этих камышей. Да, люди загорают, аж там, где машины стоят, отдыхают. А вот это все, вот это дно морское. Вот такие, просто, радужки. У нас, как называется, есть в воде. Ой, где он плетел и что-то там сложилось такое маленькое. Еще так интересно смотреть, когда он стоит на одном берегу и запрасывает, и сюда попадает. А с этой стороны, тут вообще на 4 метра от этого берега. Оно почти под прямым углом. Видите? Это у нас некоторые дома построили. Раньше был причал, а сейчас, видите, прям в самой воде такие дома. Ой, посмотрите, какие малюпусенькие уже цветочки цветут. Вообще, как пшеничное зернышко, даже меньше. Старайтесь, Саша говорит, что ловят рыбу. Да. Что ловят, да? И я скоро буду. И я скоро буду. Так ты что, ну, я что-то смотрю, смотрю, ничего не вижу. Так, мы заехали на рынок, и Саша уже купил. Что ты купил? Мотылей каких-то там. Не? Не мотылей? Не. А что? Опарыши. Ой. Опарыши и червячки. И десяток червячков. И макуху. И макуху, да? У нас сколько этих червячков красных таких, что можно озолотиться. Но только время года не то. Не то, не то. Сейчас, в начале весны, приходится за каждый червячок сколько платить? 40 копеек. Да, 40 копеек. На 4 гривны. На проезд? На проезд. У нас проезд 4 гривны. Ну, не важно. Короче, опарыши. И опарыши. Ну, обзор не будем делать, да? Нет, не будем. Особенно опарышей. Не будем делать. Ни опарышей, ни червячков. Понятно. Наша Света-дочь вообще пищит, когда видит этих червячков. Это для нее даже упоминание об этом. Она будет закрывать уши и закрывать глаза, чтобы не слышать и не видеть. Есть люди, которые, ну, просто чего-то боятся. Фобия какая-то на что-то. Так, пообъехали по городу круг почета, потому что возле рынка остановиться практически невозможно. Невозможно. Сколько людей. Что-то дорога ужасная. Что стоялок практически нет. Улицы уже не рассчитаны на то количество машин и людей, которые... В общем, надо все раздвигать. Если бы можно было так домики взять, как эти кирпичики или эти... Спичечные коробочки. Спичечные коробочки. Тогда раздвинуть, раздвинуть. Ну, и там освободить место. Да, это практически уже проблема всех городов. Ну, мы же построим в центральной части, где обычно... Много людей. Улочки были, улочки, улочки. Да, да, были маленькие дома, маленькие улочки. А теперь уже и расширяют. А куда же расширять, если все... Вместо маленьких домов строятся большие, людей побольше. Ну, я... Наш район как село. Мы въезжаем в свой район. Хотя он и называется район-хим-поселка. Но химии как таковой все-таки с каждым годом все, что не делается, все к лучшему. И все меньше и меньше. И даже нашу улицу Громова, по которой мы движемся сейчас, обычно она такая страшненькая в плане качества. А сейчас, видите, мы даже машину разгоняем до 60 километров. А не едем, как обычно, со скоростью 40-35. Так что у нас прогресс налицо. А когда вот эти еще деревья все зазеленеют, то вообще будет красота. Вот мы, видите, выехали с центральной части. Все-таки здесь намного лучше. Просторнее. И даже воздух прозрачнее, чем в центре. Дашь? Угу. Есть такая пословица, да? Каждая жабка свое болото цифалит. То есть каждая лягушечка свое болото подфаливает. И думает, что лучше нет. Да, подфаливает. Когда смотришь других, которые проезжают в других странах, там, конечно, всеобще. Ну, а мы любим, а что нам остается делать на данный момент? Любим то, что любим. Да, любим то, что имеем, то и любим. Правильно? Район газораздавки. Да, район газораздавки. Да, там же и есть тот район, в котором мы живем. Район газораздавки. Район газораздавки. Да, там же и есть тот район. Район газораздавки. Район газораздавки. Субтитры создавал DimaTorzok